Сегодня по всей стране стартовала легализация авто с иностранным учетом, которая продлится до 1 июля. В нашем регионе под данную процедуру подпадают более 20 тысяч автомобилей, сообщили полицейские. 18 тысяч из них – это машины с российским учетом. И в первый день запуска процесса переоформления ажиотаж в специализированных цонах был нешуточный. Легализация прошла нормально, предоставил договор купли-продажи. Попросили сделать перевод договора, так как он весь на армянском. В Армению возвращаться за всеми документами было не нужно. В ЦОНИ здесь все проверили, сняли с учета там и тут поставили. 48-летний Рыстанбек Сундитбаев за плечами имеет стаж вождения в 25 лет. Вот уже год он колесит по октябинским дорогам на Тойоте Альфард, купленной им в Армении. Сегодня он стал одним из первых подавших заявку на легализацию. И по его словам, весь процесс одобрения в ЦОНИ занял у него два часа. Однако были и те водители, у кого возникли вопросы. Я хотел убедиться, этих машин на учет ставят на Казахстан с местными или не ставят. В итоге подали заявку? Я подал, но вопросы пока еще не решим. Ждите, говорят, два дня. Они мне вопрос задали. У вас машинные документы все в порядке? Говорят, СТС, ПТС есть? Говорят, у меня есть. Ну, будем ждать. Конечно, если да, скажут. Это реально нормально будет? Ну, да. Если нет, если вдруг два вопроса, да или нет. Если нет будет, а что будем делать? Вот я этого хотел уточнить. По данным полиции, заявка на переучет должна включать в себя документ права собственности на авто. Для этого подходит и договор купли-продажи. Наличие паспорта транспортного средства не столь важно, отметили в полиции. Я думаю, что времени достаточно. Мы подключили все свои ресурсы. Здесь у нас находятся наши сотрудники, которые помогают гражданам, разъясняют, оказывают помощь. И также представители других госорганов, департамента госзахода в том числе и таможенной службы и так далее. Значит, легализации подлежат автомашины. Это легковые автомашины и микроавтобусы. Те, которые сняты с учета в стране прежней регистрации, не имеющие криминальных ограничений, имеющие правоустановленные документы, эти машины попадут под легализацию. Заявка подается как в самих цонах, так и через портал электронного правительства. Рассмотрение заявки должно занять не более двух дней. После чего автовладельцу приходит сообщение об ободобрении или отказе. Заявитель получит смс-уведомление о дне предоставления автомашины на осмотр агрегата. День и время будет указано. Либо, если это отрицательный решен вопрос, значит, будет указан уполномочный орган, который нужно будет обратиться для решения вопроса об устранении причин. В случае одобрения машина пригоняется на стоянку спецсона, где будет проходить проверка авто на соответствие всем предоставленным документам. Единовременно ангары Актюбинского спецсона способны вместить до шести автомобилей. Полицейские заверили, что установленного полугодичного срока вполне хватит для переоформления машин. Однако, как все окажется, на самом деле покажет только время. На данный момент большая часть заявок на переучет в Актюбинском спецсоне получила отказ. Стоит отметить, что цена первичной регистрации автомобиля составит 200 тысяч тенге. Плюс необходимо будет оплатить еще 15 тысяч тенге в качестве госпошлины и за новый госномер. Влад Рогушев, Жасул Анжубаев, программа Факт.